У нас сегодня в гостях Серёжа Бережной, и мы с ним поговорим про то, кто он. Серёжа, расскажи немножко про себя. Привет, Жанна. Привет, зрители. Меня зовут Сергей Бережной. Я говорю часто широко известный в кругах как VGED. Я разработчик интерфейсов. Сейчас руковожу отделом разработки поисковых интерфейсов и сервисов для организаций. Работаю в Яндексе достаточно давно. Сколько лет? 12, что ли, что-то типа такого. Сразу после университета фактически пришёл сюда работать. Для многих это может показаться странным, что вся моя фактически профессиональная карьера проистекала в Яндексе. Но за это время я успел поработать на куче разных сервисов. То есть я приходил вообще заниматься Яндекс.Деньгами, потом занимался таким сервисом, как блоги на народе. Он же стал Ярушкой потом, и он же сейчас внутри развернут, как Этушка. Занимался поиском по блогам, занимался даже почтой немножко. Ну и вот в последнее время преимущественно занимаюсь поисковыми сервисами, Лего, Бэмом, всем таким. И на данный момент кем ты работаешь? Руководитель отдела. И сколько людей у тебя? Мне очень нравится формулировка вопроса «Сколько людей у тебя?». Я хочу понять этот вопрос для того, чтобы оценить масштаб твоего, ну не знаю, влияния, можно это назвать. Масштаб того, какое количество людей ты имеешь влияние, ну правда ведь. Я сильно надеюсь, что я имею влияние на большее количество людей, чем записано у меня формально в моем отделе. Окей. Вот, и вообще как-то считаю, что влияние человека ограничивается только его внутренней энергией. Вот, но ответственность я несу, да, за, там, условно говоря, ревью, ну больше, чем уже 200 человек. Что для тебя карьера? Для меня было открытием, когда я впервые увидела, что люди по-разному воспринимают это. Для кого-то карьера, это вот расти вверх, для кого-то карьера расти в горизонталь. Для кого-то карьера, это когда ты в балансе со своей жизнью. И когда ты идешь и делаешь то, что ты не хочешь, ну то, что тебе неприятно и доставляет дисбаланс, то для него это уже не продолжение карьеры. И вот мне стало интересно, а для тебя что такое карьера? Считаешь ли ты, что у тебя карьера удалась, сложилась? И как ты вообще оцениваешь себя в контексте слова карьера? Не знаю, я воспринимаю слово карьера как именно вот отражение, грубо говоря, там, продвижение по какой-то иерархии в организации, да. Ну и, наверное, там, конечно, да, приобретение каких-то скиллов. Но все равно для меня карьера – это слово с таким привкусом канцелярисским, да, и бюрократическим немного. И таким, короче, не является для меня карьера какой-то целью, да. То есть карьера – это какой-то такой параллельный мир, параллельное какое-то измерение, да, где существуют какие-то там ступеньки, какие-то лестницы, да, ты там как-то развиваешься. Но, не знаю, я как-то больше всегда это воспринимал как побочный продукт того, что ты там делаешь что-то, занимаешься тем, чем тебе нравится, и неизбежно случаются какие-то карьерные продвижения, да, и неизбежно случаются, ну, вот, там и взлеты, и падения, да, какие-то. Но, короче, нельзя сказать, чтобы я как-то именно девелопил там свою карьеру, да, разрабатывал. А что для тебя, вот, хорошо, не карьера, а что тогда для тебя главное? Ну, вот, к чему ты идешь, не знаю, цель твоя в плане вот работы, в контексте карьеры? Ну, хорошо, ну, да, то есть если как бы отставить просто там какую-то самореализацию как таковую, да, в жизни вообще, ну, в профессиональном смысле вот самореализация, я просто стараюсь, ну, наращивать объем своего, как бы, импакта, да, своего воздействия позитивного на этот мир, в том смысле позитивности, в каком я, конечно, понимаю, да, вот, ну, и просто делать, грубо говоря, там, усложнять и усложнять все то, как-то, не знаю, на что я влияю, да, там, увеличивать или, там, более сложные процессы делать, более глубокие какие-то процессы делать. Тебе не страшно вот так влиять прямо на людей? Прикинь, то есть ты увеличиваешь, увеличиваешь, в какой-то момент ты понимаешь, что ты влияешь на большое количество людей, это ответственность, не страшно? Ну, это ответственность определенно есть, но тут как бы страх исчезает тогда, когда ты понимаешь, что на самом деле все влияют, как бы, так или иначе, на всех, и все в мире взаимосвязано, И на меня точно так же влияют люди, и я на людей влияю. Мы как бы все связаны, мы части одного единого организма. Я просто стараюсь делать так хорошо, как я могу те вещи, которые у меня получаются, и развиваться по тем векторам, по которым у меня получается развиваться. Расскажи про свою систему саморазвития. Как ты для себя самого оцениваешь своё саморазвитие, следишь за ним, смотришь, насколько ты хорошо там продвигаешься? Я бы на самом деле не назвал, что это прямо целая система. Возможно, это так может показаться со стороны, поскольку мы с тобой знакомы давно. Есть у меня такая черта характера, что многие воспринимают все мои умопостроения как что-то такое излишне сложное, систематизированное. Нет, это не то, чтобы… Я пытаюсь когда объяснить это, у меня так всегда получается, что я какими-то такими словами излагаю. На самом деле у меня нет книжки про мою карьеру, про моё саморазвитие. Но вообще, да, я стараюсь, чтобы моё развитие было равномерным и непрерывным по всем осям. И это связано с физиологией, с состоянием физического тела, с умственным состоянием, с моральным состоянием, с тем, как мне, не знаю, весело, приятно, хорошо жить. Ну, соответственно, какой-то интеллектуальный потенциал, да, то, как хорошо работает соображалка, да. Как хорошо ты можешь, каков у тебя объём оперативной памяти, какова у тебя тактовая частота твоего процессора, как быстро ты можешь там обрабатывать какую-то информацию. Ну, не знаю, взаимоотношения с людьми то же самое, да. Вот эта вся социальная цепочка, которая там и родные, и близкие, и коллеги, и друзья, и знакомые, и дальше, и следующие круги, которые есть за этим, да, тоже степень, как бы, связи и степень осознанности этих связей, и то, там, не знаю, как они мне нравятся, да, является областью моих интересов. Скорее, мой подход такой, что я, там, пытаюсь равномерно смотреть на разные вот такие вот классификации, на разные такие оси, с разных углов на них смотреть, и не зацикливаюсь, короче, на излишней формализации. Как-то не может показаться. Как-то может показаться странным. Мне кажется, просто в какой-то момент, почему я бы их как-то выписала и структурировала, чтобы не упустить в какой-то момент какую-то важную ось, которую ты вообще забыл, например, нет? Ну, не знаю, ну, у меня, как бы, нету такой проблемы. В общем, я, мне кажется, что получается, естественно, да, вот, как, знаешь, радар, когда так крутится, да, что-то, и периодически он проявляет какие-то точки. Точно так же и фокус моего внимания, он достаточно часто быстро крутится по всем аспектам жизни. И кажется, что, ну, именно на горизонте, там, не знаю, каких-то лет, да, мне не кажется, что что-то прямо сильно выпадает из, там, горизонта моего внимания. Как ты, ну, отслеживаешь ли, занимаешься саморазвитием в плане тела, физиологии? Я, как это сказать-то, подсел на йогические практики, и я делаю достаточно большое количество вещей, которые, ну, вот, там, из мира и в мире йоги, там, широко известны, начиная от всяческих вещей, то, что называется, там, шаткармами, да, какие-то элементарные чистки организма, заканчивая физическими упражнениями. Ну, вообще, моя практика йоги, да, построена на том, что я стараюсь заниматься, так скажем, достаточно большим количеством, там, разных преподавателей, разных стилей, разных направлений, и пробую все, смотрю, как это отзывается у меня в душе, поскольку, в целом, это уже происходят годы, у меня есть какой-то устоявшийся список, там, излюбленных преподавателей, излюбленных практик, и я уже много попробовал, но, тем не менее, я, в целом, все равно, всегда, там, открыт к новому, если какие-то, так, получается, что меня жизнь выводит на какие-то возможности поучаствовать в каком-то большом ретрите или в каком-то большом семинаре, да, который будет, не знаю, там, как-то резонировать, по анонсу с моей душой, то я стараюсь это делать, и, ну, и дальше просто есть какая-то регулярная практика, есть какие-то периодические события, там, в том числе, не знаю, там, поехать в ретрит куда-нибудь, там, на неделю-две. Расскажи про ретрит, про какой-нибудь один, не знаю, самый яркий. Ну, вот, есть один преподаватель, который проводит ретриты в Крыму, на мосе Тарханкут, это такое достаточно прикольное место силы, и... это такой мыс, на Чайно-Романском побережье, там постоянно дует ветер, он очень такой каменистый, не то что... и там достаточно пустынно, туда, в принципе, приезжают всякие кемперы, ставят машины-палатки, но в целом там достаточно безлюдно. И вот я там был, сколько, чуть больше недели, подъем в 5 утра, на рассвете, холодное море, потом практика, потом что-то еще, потом вечером снова практика. И, ну, такой интенсивный режим, он как раз помогает тебе почувствовать, ну, как бы нечто, что ты потом пытаешься воспроизвести, ну, не то что пытаешься, что потом проще воспроизвести в какой-то реальной жизни. То есть ты однажды интенсивно так позанимавшись, понимаешь и состояние тела, и состояние сознания, которое вообще достижимо, и после этого тебе становится проще достичь его... Ты знаешь, как есть книжки такие с 3D-картинками, да? А, да-да-да. Когда ты начинаешь только, ты там все по технике делаешь. Сначала приставляешь плотно колбу, потом отводишь. Когда ты... у меня в детстве было несколько таких книжек. Начиная с какого-то момента, ты уже так приноравливаешься, что ты просто берешь эту книжку, так фокусируешь взгляд, и, ну, фактически с первой секунды уже можешь видеть эту 3D-картинку. Ну, и вот с этими всеми вещами вот примерно то же самое, да, что ты однажды поняв, каково это, да, на относительно таком достаточно длительном этапе, потом просто помнишь и постараешься использовать это как якоря, чтобы какая-то рутина, какой-то поток жизненный, она у тебя не захлестнула. Ты же не сразу к этому пришел. Как ты вот к этому пришел? К тому, чтобы... К тому, что... Ко всем этим, ну, йогам, ретритам, медитациям и так далее. То есть это какой-то путь прям реально у тебя был. Такое самое ключевое такое. Тыщ! И после этого твоя жизнь изменилась. Я вот там, ну, там, периодически, да, задумываюсь, и там такой вопрос задают мне тоже некоторые люди. Я вообще, когда над этим думаю, я думаю, что не было такого одного шага поворотного, который все изменил. Скорее, это было, знаешь, так, градиентом, маленькие-маленькие-маленькие шажочки, там, чуть-чуть больше, больше, больше по нарастающей, там, несколько больших шагов. И дальше я, как бы, считаю, что у меня продолжаются эти шаги. Они, может быть, там снова, там, становятся чуть-чуть поменьше, да, но не было, знаешь, как бы какого-то такого единого шага, да, единой какой-то отсечки. Я знаю, что, ну, вообще, на жизненном пути многих людей случаются как раз такие большие потрясения, которые именно делят жизнь пополам, там, на до и после. Вот, но для меня, ну, я не могу выделить прямо одно такое вот потрясение, несмотря на то, что у меня, конечно, бывали в жизни большие потрясения, да, но вряд ли именно они стали единственными, ну, в смысле, там, единственной какой-то такой отронной точкой. Вот, ну, было там пару прикольных моментов, вот. Мне кажется, что один из таких первых маленьких шагов, которые я могу вспомнить, это когда Виталий Харрисов, мой коллега, давний товарищ, потащил нас в поход на... В Крыму есть такое место, называется Ела, долгорукая или что-то такое, в простонародье долгоручка. И мы... Был двухдневный поход, мы пришли на это место не сразу. Начался поход с того, что мы под 30-40 градусов, ну, наверное, 40, это я привираю, конечно, ну, типа градусов 30... Ну, ощущалось на все 40. Ощущалось, да, на 90. Вот. Мы поднимались в гору, и через полчаса, а я был вот совершенно там, совершенно нетренированный, да, там, весил 96 килограмм, и ужасное что я себя чувствовал. Ну, то есть я так поднялся, и мы еще были с Сережей Никитиной вместе, и он такие, нет, все, это был первый наш поход, мы такие, нет, все, сворачиваем, никаких два дня, вы что, ничего, вот пусть забирают нас отсюда прямо, потому что вниз нам тоже будет тяжело идти. Ну, и Харрисов говорит, ну, подождите, посидите, отдохните, попейте водички, сейчас, типа, подотпустят, дальше дорога будет поспокойней. И вот после этого вот этот вот поход был еще, мы там шли до конца дня, и как-то действительно так открылось второе, третье, четвертое, пятое дыхание, и я там где-то на какой-то моменте сбился со счета дыханий, а на второй день мы попали вот на вот это вот место, которое называется Ела. Ела — это такая холмистая, как называется, холмистый такой рельеф, когда ты видишь сопку какую-то вдалеке, и думаешь, ну вот, я вот туда сейчас дойду, ну и там, наверное, конец будет. И ты такой туда доходишь, и с нее видишь дальше следующую сопку, и так продолжается вот часами. И я впервые вот там вот, из того, что я помню, да, ощутил вот это вот состояние, когда, несмотря на то, что у тебя болит все тело, у тебя там рюкзак натер плечи, ноги уже тебя слабо слушаются, воды мало, там ты, еще у нас мало было воды, мы фактически, как эти, знаешь, шли и могли, и думали, что мы можем и не дойти, вот, и мозг включился в какое-то такое состояние, что я вдруг осознал, что, несмотря на то, что тяжело физически, я могу это продолжать, и сильно дальше, чем вообще там может показаться попервой. И вот это вот состояние измененного сознания, когда ты понимаешь, что физически твое тело и разум способны сильно на большее, чем тебе казалось с самого начала, да, то есть вот этот, вначале мы думали, не-не-не, все, типа, полчаса и с нас хватит, мы готовы все уже отдать, лишь бы вернуться. Постепенно, я вот словил вот это ощущение, что, ну, я мог бы продолжать идти бы и бесконечно, не знаю, там, вот, было очень прикольно, и с тех пор я полюбил вообще походы, и такое, мне кажется, очень-очень хорошая, хорошая тоже практика, да, которая, и стараюсь я минимум там раз в год мы ходим в наш традиционный летний поход в Крыму. Давай дальше вернемся к саморазвитию и его путям. Асям, да, вот ум, что ты можешь сказать про саморазвитие в плане ума, у меня даже идей нет. Не, ну как, что ты в это вкладываешь? Ум, это же, во-первых, очень тесно связано с своей физиологией. Смотри, ум и интеллект у тебя, почему-то ты это назвал два разных, или это, в принципе, одно и то же. Ну, не, да, я же говорю, у меня нет четких таких вот там прямо ортогональных осей, да, просто есть, грубо говоря, ну, как бы, вот hardware, да, это типа то, как хорошо твой ум вообще соображает, как ты концентрируешься, какой в тебе объем там оперативной памяти, а есть software, это то, что именно там записано, и какие именно программы крутятся там регулярно, да, о чем ты думаешь, на что ты этот свой ум применяешь, как бы, вот такие какие-то вещи. Так, окей, смотри, соответственно, мы сейчас говорим про hardware. у тебя есть там, давай, там и там. Давай, Hardware развивается так же, как, ну, это физиология чистая, то есть хорошо спать, хорошо есть, это все то, что связано там, не знаю, с кровообращением, с тем же самым дыханием, с, ну, вот какие-то такие вещи, вот это то, что я делаю. Так, окей. А software, это то, что связано, не знаю, там, с настроением, с какими-то… Вот это как ты? Ну, как, ну, если ты пребываешь в позитивном настроении или негативном, это очень сильно влияет на то, как вообще ты, не знаю, там, самоощущаешься и думаешь, потому что человек достаточно сложная такая система с обратной связью, и у тебя случаются закольцованности, да, как твое настроение превращается в твои мысли, твои мысли превращаются в твои поступки, твои поступки приводят тебя туда, где-то у тебя начинается еще хуже настроение и так далее, ну, и, соответственно, наоборот, да, если ты… как это прокачать, вот, эту часть, которая про настроение? Ну, а как, все качается одинаково, да, все для любого качания, есть свой простой принцип – практикуй, то есть ты просто делаешь, совершаешь действия, вот, как прокачаться в физкультуре, нужно сделать физические упражнения, чтобы прокачаться в программировании, нужно программировать, чтобы прокачаться, не знаю, в рисовании, нужно рисовать, чтобы прокачаться в своем позитивном мышлении, нужно позитивно мыслить, чтобы прокачаться в думании, нужно думать, решать разные задачки. Мне кажется, одна из основных проблем современного человека, что он не уделяет внимания причинно-следственным каким-то взаимосвязям. Я часто сравниваю внимание, как такой фонарик. И вот этот фонарик у многих людей, во-первых, тускло светит, потому что батарейки не хватает на то, чтобы он светил ярко. Во-вторых, он тусклый, недалеко светит, и они его еще и вот так вот хаотично в руках крутят и не могут сконцентрироваться толком на одном каком-то месте. Соответственно, я стараюсь сделать так, чтобы амплитуда батарейки моей была побольше, и чтобы фонарик мог светить подальше. А во-вторых, стараюсь не дрожать рукой, наводить на конкретные вещи, которые меня сейчас интересуют, и быть в этом каким-то последовательным. Понятно, что это все равно, ну, точно так же, как вот я, например, увлекся каллиграфией, да, сейчас, там тоже очень важно не дрожать рукой. Но единственный способ это отточить, это делать закорючки, делать кружочки, вот. А в плане материалов и задач, да, у меня нету каких-то таких там комплексов и задач, может быть просто потому, что я еще и не нашел и не сформулировал для себя, но мне жизнь подкидывает достаточное количество задачек, вот. Поэтому есть всегда над чем, что использовать в качестве тренажера, да. То есть гантель, может быть, каких-то вот явных у меня нету, чтобы я мог вам пойти и сказать, там, купите себе гантели по столько-то килограмм. У меня просто вот постоянно сыпятся камни разного размера, какие-то естественные такие природные, я ими качаюсь. Давай подытожим тогда, окей, мы тему саморазвития, получается, закрыли мне вот по ощущениям, мне кажется, что закрыли, да? Ну, настолько, насколько можно закрыть тему саморазвития. Давай подытожим, можешь ли ты хоть, ты сейчас только что сказал, что гантели у тебя нет никаких, но все равно можешь ли ты дать какое-то направление, может быть, книгу или там практику, может, человека какого-то, что-то такое, что тебе лично помогло вот сильно в этом саморазвитии? Я бы посоветовал вот этот вот базворд йога взять и начать исследовать его, начать читать про него, потому что, ну, за этим словом скрывается очень большое количество самых разных вещей. И когда я впервые осознал, ну, действительно, что это такое, да, и вот это самое, у меня было такое, как бы, такое выражение, как, типа, почему еще это не повсеместно, это ж настолько, это самое очевидно. Вот, и просто, не знаю, прочитайте там любую совершенно книгу, любые совершенно материалы, которые вам попадутся под руку, и вот с этой мыслью в голове, что йога – это очень многогранное понятие, и сейчас очень много людей очень по-разному ее трактуют, постарайтесь воспринять именно не какую-то вот там первопопавшуюся вам трактовку, а именно чуть более в комплексе, посмотреть на несколько разных трактовок, погрузиться в эту тему чуть-чуть глубже, и, может быть, вы как бы так же, как и я, испытаете вот это ощущение, когда через водопадную стену вот этого всякого там ом-шанти-шанти и прочих каких-то таких шизотерических вещей, если пройдете и поймете по сути вот, что это такое, да, то, ну, мне кажется, что это даст вам ответы на очень большое количество вопросов и даст такие ступеньки, от которых можно будет отталкиваться и дальше уже более пристально искать что-то другое. Вот, и поскольку, наверное, много программистов нас будет смотреть, вот лично мне помог, есть такой человек Андрей Сидевский, он автор одной из там лидических систем, да, практик, очень там современно живущий преподаватель, он просто очень прикольно формулирует, у него такой технологический тоже бэкграунд, технологический инженерный склад ума, и вот у него, не знаю, резонирующие с моим способом восприятия мира есть формулировки, вот, но он не единственный, кто был моим как бы, да, преподавателем таким, вот, но у него просто есть прикольные книжки, которые можно почитать и там прикольные интервью, которые можно посмотреть для того, чтобы один из таких ракурсов на то, что такое йога, да, получить, вот, а остальное просто я говорю, вот, попытайтесь вот быть, что называется, таким радаром, да, смотреть по сторонам, изучать эту тему, просто обычно как, вот, чего я переживаю всегда, что люди берут первое попавшееся какое-то впечатление и получается, вот, как с тем фонариком, ты ненадолго там что-то недалеко осветил, не совсем до конца это понял, да, и там развернулся, пошел в какую-то другую сторону, вот. Окей, давай немножко вернемся обратно в работу. Есть ли у тебя какие-то принципы, которые, по которым ты работаешь? Ну, как бы, есть один принцип такой, вообще, ну, на самом деле, не только с работой, связанной вообще со всей жизнью, я его формулирую, как делай, что должно, там будь, что будет, да, и что касается работы, то он просто проявляется в том, что, как бы, трудолюбие, это вот такая штука, просто будь, трудолюбив, вода точит камни, постоянно, вот, просто, главное, в каждый момент времени будь уверен, что ты делаешь все изо всех сил, да, не только просто вот брутально, там, бьешься головой об стену, да, понятно, что нужно с разных уровней зума, как я это называю, смотреть, но просто не ленись, всегда будь, как бы, полон энергии и проявляй эту энергию, вот, если ты хочешь быть живым человеком, да, вот, постоянно, как бы, что-то делай. Поэтому для меня критерий работы это является, ну, вот, не знаю, как сказать, степень загруженности, не знаю, там, рабочего дня, да, что называется. И это мой основной такой карьерный принцип, что старайся, старайся работать. Офигенный такой совет, да, это очевидность. Хочешь работать, работай. Еще спрашивают у нас ребята наши, как ты учился уже будучи в команде, в компании работая, вкладывал личное время и деньги или просто на свой счет? Или пытался зацыганить эту компанию? Да, то есть вкладывался ли ты сам, или, да, пытался зацыганить в компании? И как ты считаешь правильно делать? Я всегда считаю, что я вкладываюсь сам, даже тогда, когда я что-то зацыганил в компании, вот, но, да, я преимущественно рассчитываю, да, только на себя, и по большому счету, вот, в основном вкладывался, да, всегда персональными какими-то усилиями, потому что, ну, это какая-то такая штука, что ты сначала что-то делаешь, потом за это приходит, там, не знаю, когда признание и какие-то дальше карьерные возможности в том числе, да, а подход в духе, не знаю, пока меня не научат, я дальше не пойду, ну, он очень пассивный, у меня он не ко вкусу, мне кажется, что нужно более активно, как бы, явно себя проявлять, да, и поэтому, да, я учился, в смысле, как бы, регулярно, и продолжаю учиться, и, в общем, мне нравится такое восприятие, как это называется, есть такая религия сикхизм, и все люди в этой религии, сикхизм, это сикхи, это ученики, на самом деле, и вот они, как бы, относятся к жизни постоянно, вот к какому-то такому уроку, и в этом смысле мне очень нравится, у нас есть такой проект школы разработки интерфейсов, мы там тоже отбираем учеников, и у них очень правильно такое ракурс зрения на мир, они приходят, и они учатся чему-то, да, постоянно, вот, и, ну, как я учился, старался смотреть по сторонам, старался смотреть на те области, которые смежные, старался расширять свой кругозор, и расширять глубину своего восприятия, там, всех тем, что это было для меня, блоги, практика всяких педпроджектов, и практика всяких проектов внутри Яндекса, разговоры с коллегами, которых я считал, там, более опытными, и какие-то, там, сеансы парного программирования, или просто разговоров, там, архитектурного какого-то проектирования вещей, ну, в общем, мне кажется, что это такое немножко, это как-то самоочевидные такие вещи, и обычно, когда люди, вот, пытаются спросить, да, там, вот, дайте мне рецепт, рецепт, на самом деле, вот тот самый рецепт, который все ищет, он лежит в стороне от вот этого всего, потому что, на самом деле, алгоритм всем давно известен, да, хочешь похудеть, не жри, хочешь, как бы, накачаться, качайся, хочешь заработать, работай, но обычно людям, нет, а можно мне какой-нибудь рецептик такой, который будет, значит, не так, чтобы без вот этого всего, обходной, и поэтому, как бы, главный секрет, это как раз, что вот, типа, нет никакого секрета, просто бери и делай. Какие задачи тебя дровят, на которые у тебя глаза загораются в работе? То есть ты видишь, ты говоришь, а, это моя задача, я хочу ее сделать, что они тебя заводят, дают тебе стимул двигаться? Ну, мне нравятся сложные и какие-то вещи красивые, то есть одновременно сложные, ну, в каком-то смысле, не знаю, можно их назвать заумными, да, то есть если это требует какого-то, ну, действительно, такое сложное, какая-то такая сложное какое-то устройство, но при этом, ну, тут очень, опять же, да, вот, например, не знаю, там, какие-нибудь вещи, типа, фракталы, да, вроде бы это сложно, а вроде бы это просто, то есть это вот, это вот некий такой, есть противоречие, то есть с одной стороны, у тебя есть там маленькая условно формулка, которая описывает все-все-все это, с другой стороны, когда эта формулка разрастается, да, что называется, она вот создает какую-то большую, красивую такую структуру, и поэтому вот это тут как-то надо не переусложнять, но и не переупрощать, да, и на самом деле, пожалуй, вот эта вот история про баланс, да, она тоже такая очень созвучная, вообще там со многими областями жизни, и йога в этом смысле дает очень правильно такую интуицию и аналогию, да, как находить баланс, там, баланс во всем, там, баланс между там суперсложным, суперсложным, между красивым, некрасивым, и между, не знаю, там, тяжелым, легким, вот, и возвращаясь к вопросу про то, какие задачи лично меня заводят, это должно быть что-то достаточно сложное, при этом, что можно решить, не знаю, как-то просто, да, просто поиск этого простого решения может быть сложным, и это должно быть красиво в каком-то таком художественном смысле этого слова да просто должно быть красиво и мне поэтому нравится безумно да моя специализация разработка интерфейсов потому что это именно такая комбинация и какой-то инженерной сложности и к этой художественной красоты и вот вот такие вот задачи где случается синергии вот этих вот двух вещей до кого такого строгого расчета и какой-то такой как бы абсолютной креативности да вот так у меня больше всего нравится как быть хорошим учеником вот какой идеальный человек который приходит к тебе за советом чем какими свойствами он должен обладать как он тебя слушать должен чтобы то что ты ему сказал он правильно это услышал ну просто нужно слушать нужно быть открытым то есть как бы что отличает вообще ученика от не ученика не ученик читаешь он все знает не ученик он приходит такой горит на примере людей которые приходят к нам например на работу да вот есть там два паттерна людей один такой приходит там полгода проработал на прошлой работе худо-бедно не очень-то хорошо но уже хочет там повышение зарплаты на 20 процентов потому что вот он считает что он готов и заслуживает а другой наоборот может быть там с точки зрения скиллов уже сильно более крутой но при этом понимает что он еще кучу чего не знает он приходит с позиции того что там ну понятно что в утрированной форме и это иногда превращается как бы выскочек и в тихонь но лучше как бы мне кажется что вот позиция тихонь она такая более выгодная потому что как бы чуть-чуть разогнать как бы тихонью всегда можно а вот выскочку усмирить сильно сильно бывает тяжелее то есть обычно человек который такой вот именно не готов ничего слышать вокруг и не готов не воспринимать какие-то советы он сам уже все знает у него вот есть очень мощный такой стержень очень мощный поток этот это сильно сложнее ну по крайней мере мне мне кажется что это сильно сложнее в том чтобы дальней дальнейшем этому человеку развиваться да вот поэтому человек который хочет быть учеником он должен быть открыт к тому чтобы услышать что-то новое услышать что-то как и минимум альтернативное да может быть там не то чтобы какую-то прямо истину да ну хотя бы какую-то альтернативную там точку зрения вот нужно просто слушать это окей если он приходит и ты приходит задаете вопрос ты ему говоришь а он начинает с тобой спорить ну да конечно ну если это же есть типа способ споре рождается истина рождается истина да он пытается рассказать свою точку зрения просто очень важно ну вот как банальные фразы до разговаривать не для того чтобы сказать свое слово разговаривать для того чтобы услышать чуть говорят что если ты ну вот такой как бы самодостаточный да ты я очень хорошо это понимаю пошлить я скорее типа как раз наоборот из таких бы из выскочек и самодостаточных людей которые там изначально разговаривал преимущественно там только для себя вот поэтому я мне кажется чувствую вот эту вот границу когда ты разговариваешь слушая когда ты разговариваешь просто потому что льется верно как ты в себе это то есть видимо в какой-то момент пришлось с этим поработать я про научиться слушать я просто осознал да что это невыгодно как что повлияло на тебя это же глобальная вещь которая в тебе есть и это изменить в себе глобальную твою вещь сложно ну наверное просто было несколько позитивных примеров было несколько позитивных примеров когда я извне услышал что-то что на меня очень сильно повлияло и ты понял что это работая понял что это работает после этого я Знаешь, когда ты обжёгся на молоке, на воду дуешь, точно так же, когда ты внезапно в самом неожиданном месте, для тебя самый неожиданный человек или обстоятельства стали учителем и дали тебе какой-то урок, который отложился у тебя существенно, ты начинаешь подозревать. Вот этот чувачок, о котором ты не очень-то высокого мнения, на самом деле просветлённый Будда, сейчас тебе поможет. Давай про work-life-баланс. Немножко поговорим. Есть у тебя он? Расскажи о цепи. Вообще проблема баланса, как ты сказал, одна из ключевых. Я бы вообще сказал, что вся жизнь – это баланс такой. Поэтому да, его нужно соблюдать, конечно. Получается у тебя? Для меня. Мне кажется, что получается, потому что мне повезло, что у меня вообще по сути работы-то и нет. я занимаюсь вещами, которыми мне интересно заниматься. Поэтому всегда, когда говорят про вот этот вот work-life-баланс, мне его сложно нащупать, в том смысле, что для этого мне придётся чётко определить, что для меня является работой. И ты сейчас не определяешь это. То есть, например, для тебя ненапряжно прийти домой и думать про проекты на работе? Не устаёшь ли ты от этого? Да, совершенно ненапряжно. Что для меня является работой? Когда действительно нужно, когда появляются какие-то дедлайны, когда нужно явно куда-то прийти, что-то явно сделать? Это тяжело бывает. Но в целом это достаточно сбалансировано. То есть я имею в виду, что я не верю, что правильно жить без такого ощущения. Это как я говорю, жить со всем киселём, расслабленным. Должен быть вызов, должен быть челлендж, должна быть боль, должны быть какие-то страдания. Это, естественно, как бы инь-янь, составные части жизни. Поэтому они не захлёстывают. Всё, что я могу сказать, что это не захлёстывает меня целиком. В том числе потому, наверное, потому что преимущественно большинство того, что я делаю day by day по жизни, оно мне нравится. То есть, наверное, человек, который условно работает на нелюбимой работе, или делает нелюбимые вещи, и у него вот это сильно более, ему сложнее поддерживать этот баланс, потому что ему нужно приходить с работы и отдыхать, а на работу как бы идти и заряжаться. Наверное, таким людям потяжелее. Мне попроще. Что ты хочешь сделать в своей жизни самое главное? Не знаю, выскочить из круга сансары. Мне кажется, что просто хочу прожить свою жизнь максимально полно, максимально эффективно. И всё. То есть нет у меня цели, которые в таких терминах формулируются. Просто я хочу, чтобы каждый мой день был хорошим, нормальным, счастливым, чтобы был счастлив я, мои близкие, и дальше все люди по градиенту на земле. Поэтому, ну и как-то, какой-то более такой великой цели, мне кажется, нет. Как ты думаешь, у нас получилось вот тебя раскрыть? Ты раскрылся? Ты показался таким, какой ты есть или нет? Я думаю, что не совсем полностью, да, потому что... Чего не хватило? Как обычно, вот там в комментариях писали, что все интервью с Вегедом какие-то слишком уж слащаво-гладенькие, и совершенно не было видно каких-то таких тёмных сторон, да, что называется. И вообще у меня есть... Я тут недавно проходил эту, как это называется, классификацию, в общем, по какой-то там одной из систем, и там есть такая формулировка fake good. Мне повесили, ну, поставили вердикт, да, что я fake good, в том смысле, что это означает, что либо ты хачишь ответы на вопросы, либо ты действительно долбанутый, да, какой-то... Но это воспринимается людьми точно так же, как fake good, в смысле, что не бывает людей, которые, типа, все из себя такие хорошие, слащавые, поэтому люди часто воспринимают это как что-то такое неестественное. Я очень надеюсь, что твоё начинание с интервью будет иметь успех, потому что мне кажется, что это один из форматов, когда люди будут узнавать друг про друга побольше и получше, а это то, что нам всем очень нужно для того, чтобы действительно жить как один организм, для того, чтобы вот это самое перекрытие достигать, и чтобы люди обменивались информацией и друг про друга знали. Поэтому вот этот формат интервью, мне кажется, он достаточно удачный. Я надеюсь, что это будет не единственный способ узнавания нас друг про друга, но буду рад, если он заживёт и поможет людям как-то помогать. Если это действительно будет происходить искренне, если это действительно будет как бы правда, а не какая-то там пропаганда и выставление только слащавых качеств, да, вот как мы постарались сегодня с тобой сделать, то должно получиться хорошо. Окей, спасибо тебе. Спасибо тебе.